Ну, а завершает наше сегодняшнее заседание доклад Галины Анатольевны Орловой. Галина Анатольевна – наш молодой доктор, и она с вами поделится своим опытом, с какими неожиданными находками может столкнуться врач-радиолог при выполнении обычной сцентографии щитовидной железы. Пожалуйста, Галина Анатольевна. Да, спасибо, Дарья Викторовна. Мою презентацию видно? Да, видно. Глубоко уважаемые коллеги, позвольте представить вам клинический случай аневризма дуги и нисходящего отдела аорты, как случайная находка при сцентографии щитовидной железы. По направлению эндокринолога в отделение радиоизотопной диагностики обратилась пациентка В, 70 лет, с диффузно-узловыми изменениями щитовидной железы по данным УЗИ. При опросе жалоб не предъявляет. По данным лабораторных исследований, находится в состоянии субклинического тиреотоксикоза, что в сочетании с крупным узлом в левой доле позволяло предполагать в нее наличие токсической аденомы. Однако при планарной стентографии щитовидной железы не было выявлено горячего очага как признака токсической аденомы, а был выявлен холодный очаг в нижней половине левой доли размерами 2 на 1,4 см. Кроме того, процент накопления радиофармпрепарата в щитовидной железе в целом был в пределах нормы, что также исключало болезнь Грейфса как причину тиреотоксикоза. Кроме того, нами была обнаружена экстраорганная находка, фокус умеренной гиперфиксации радиофармпрепарата в средостении, в связи с чем был выполнен аффект КТ области шеи и грудной клетки. Фокус гиперфиксации не был связан со щитовидной железой, а проецировался на дугу и нисходящий отдел аорты, которая была значительно расширена в диаметре, и описняла органы средостения вправо. Поскольку аппарат Аффект КТ не позволяет выполнить КТ в диагностическом режиме с контрастным усилением, было рекомендовано дообследование КТ-аортографии. При КТ-ангиографии выявлена гигантская веретенообразная аневризма дуги нисходящего отдела аорты, частично тромбированная. Кроме того, расширение зоны сканирования позволило выявить аневризму брюшной аорты до суправинального отдела и мешочечную аневризму селезоночной артерии. По классификации торга абдоминальных аневризм Кроуфорд соответствовала первому типу. Таким образом, в нами был установлен диагноз аутоиммунный тиреоидит, которым объясняется наличие холодного узла в левой доле и субклинического тиреотоксикоза, связанного с разрушением клеток щитовидной железы и выходом гормонов в кровь, так называемый тиреотоксикоз утечки. И сопутствующий диагноз – частично тромбированная гигантская веретенообразная аневризма дуги нисходящего сегмента грудного отдела аорты и брюшного отдела аорты, мешочечная аневризма селезеночной артерии. В заключении хотелось бы сказать, что наиболее частой причиной фокальной гиперфиксации тиреотропного радиофармпрепарата в проекции средостения является загрудинный зоб. Однако могут быть и другие причины, например, аневризма аорты, тимома, метастазы рака щитовидной железой, ахолазиокардия и так далее. Поэтому в данном случае не следует ограничиваться только планарным исследованием, а выполнить гибридную методику Аффект-КТ для установления прежде всего органной принадлежности фокуса патологической гиперфиксации, что позволяет поставить правильный диагноз или рекомендовать углубленное дообследование. Аневризма аорты – довольно опасное состояние, которое может длительное время не проявлять себя клинически или маскироваться под другие заболевания и при этом нести риск тяжелых жизнеугрожающих осложнений. Благодарю за внимание. Спасибо большое, Галина Анатольевна. Интересное сообщение. Да, мы действительно можем столкнуться с какой-то иной патологией, выполняя стентографию щитовидной железы и имея в голове определенный набор данных о пациенте. Конечно, мы обследуем не орган, мы обследуем пациента в целом. Поэтому должны обращать внимание на все находки, на все неожиданные находки, с которыми мы сталкиваемся при выполнении радионуклидного исследования. Спасибо. В чате вопросов я больше не вижу. Глубоко уважаемые коллеги, я очень благодарна всем нашим слушателям, вам, за то, что вы присутствовали в поздний вечер и прослушали сообщения на тему, касающуюся заболеваний щитовидной и пара щитовидных желез. Я очень надеюсь, что сегодняшние сообщения были полезны и интересны для вас. Ну, а я хочу попрощаться с вами. Если больше нет вопросов, то всего доброго, здоровья, хорошего настроения и удачи в нашем труде. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok